Некоторые категории граждан особенно нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку по достижению совершеннолетия они остаются один на один с проблемами, в том числе и материальными. В Ленинском городском округе успешно решаются вопросы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная программа выполнена в полном объеме. Для нас принципиальная позиция, что это квартиры в новостройках, это новые квартиры. Те квартиры, которые вручали сегодня, они оборудованы кухонной мебелью, плюс вручается сертификат на определенную сумму, которая позволит приобрести, допустим, какие-то хозяйственные инвентарь. Мы видим, мальчишки хорошие, девчонки учатся, поэтому очень надеемся, что все в их жизни будет замечательно. Пятерым ребятам в торжественной обстановке глава муниципалитета вручил ключи. Впечатление в этом году только исполнилось 18. Сестра добилась того, чтобы мы и два брата получали в этом году в одно время. Это приятно, на самом деле, получать такие подарки под Новый год. Квартиры находятся в домах-новостройках. В микрорайоне пригород Лесное, деревни Жапкино, поселки Лопатина и селе Молоково. В помещениях выполнен ремонт, установлена сантехника и оборудована кухня. Ребята подпишут договора и станут все полноправными, так сказать, ну не совсем полноправными, но собственниками этого жилья. Жилье им передается на пять лет в рамках специализированного найма, который предполагает контроль за использованием этого жилья. Людмила Шубская учится в Московском финансовом колледже на втором курсе по специальности экономика и бухгалтерский учет. Девушка признается, новость о получении собственного жилья стала большим подарком к новогодним праздникам. Очень счастлива, потому что все-таки это долгожданный момент. И знаете, недавно читала статью, в общем, хотелось бы найти под елочкой ключи от своей квартиры. Так вот, оно и так и случилось перед Новым годом. На следующий год уже утверждены списки и в ближайшее время новые квартиры получат еще восемь ребят. Всего на сегодняшний день в очереди на получение собственного жилья стоит 42 ребенка. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.